Доброе утро, ребята! Всем доброе утро! У нас завтрак, мы встали поран. Конечно, лучше бы выспаться. Лена в школу не пошла, потому что у нас же талончик сегодня к стоматологу. Поэтому мы пойдем доделывать, долечивать зуб. Ей же в прошлый раз лекарство положили, временную пломбу. Теперь убрать и обычную пломбу поставить. Пьем чай. Бутербродик у нас с морковкой. Я просто чай, наверное, попью. Что-то не хочу, не хочу. Еленочка, может, тоже будешь в чай? Или комфорт налить тебе? Лена уже такая, вы видели, у меня такая нижняя губа надутая, она расстроенная. Потому что к стоматологу идти. Я бы тоже была расстроена, если к стоматологу. Но у меня нормальное настроение, потому что иду не я. Все, ладно. Ребятки, всем доброе утро, хорошее настроение, не болейте, лечите ваши зубки. Мы едем в больницу с дочуней. Зуб долечивать. Да, Донь? Угу. Тебе не страшно? Нет. Нет. Едем мы назад, в больницу. Так, Масюнгра, все классно? Угу. Пломба у нас стоит. Так что, все сделали, что планировали. Медведи пришли, мать. Ну что, пришли мой... А, уходите! Пришли мой холодильник деребанить? Да. А у нас в коридоре света-то нет? Нету? Лампочка-то. Кок? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Лена, как зуб? Нормально. Нормально? Да. Чего ты не плачешь? Что, сверлили тебе? Сильно долго? Да нет, там ерунда. Нет? Больно было? Немножко. Немножко? Ты плакала там? Нет? В самом начале. От страха, да? Чаще так слезу пустила Такую Все хорошо? Да Ну и все А другие зубки не просили посмотреть, что там? Не спрашивали? Нет, мы уже хотели побыстрее уйти Побыстрее уйти, да? А сколько заплатили? 100 грн Это за пломбу А сколько она простоит такая? А что такое? Мам, у нее была бесплатная и вот эта А, я поняла Ну поздравляю тебя Все, можно жрать торт Да Раздвигайся А у нас, ребятки, туман 0 градусов Все в тумане Ничего не видно Солнце кончилось Но оно еще вернется по-любому Солнце всегда возвращается Сонька в куртке бегает От холода собашке надо Куртку одеть Ой, игрушка Ой Смотри, она не может потусить Курточка мешает Соня, я еще не просила Все, подняла каштан Неси сюда, Соня Выпал Проблема Спасибо, что вышло Все, бери Выпадает У нас пасть не очень большая Как что она выпадает Ну и черт Соня С важным видом Повезло Ой, ой, ой Ой, ой Везде туман Да? Ничего не видать Вон и поселок наш такой Весь в тумане Хорош гавкать Хочешь поможем Убрать мои часы У меня же мне это Высчитывали Да, какая разница Я примерно Мы сейчас пройдемся Замерим по своим часам Будем знать Сколько шагов Да Будем знать Примерно Ой, тихо Тихо, блин Тихо А здесь вообще Пелена Такая Вообще Ничего не видать Ха-ха Он только Одинокий Пес Ха-ха Да Паш Там они уже Воят Папа Да Капец Да Ничего не видно Ты Бук Видишь Ну так Слегка Ну Блин Ну Все Капец Ну да Туманище Конкретное Что это За фигня Не понял А, ну да Они отсюда Стреляли Скорее всего С этой стороны Сонина Хорош Гавкать Что такое Сонина Ей страшненько Просто Ну Иди Иди Проверь Побежала Разбираться С овчарками За овчарками Слышно Да Еле-еле Пищит Куда побежала Стоять Иди сюда Иди сюда 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 Иди Идем Идем Соня Идем Что ребятки Прошлись мы по Бугу И идем домой Да Да Еще 11 Все Пошли Сегодня Зуб вылечили Да Шаги Намотали Сейчас Посмотрим Сколько мы намотали Потом скажем Да Сонина Сонина Иди сюда Пошли домой Пойдем Пойдем Собака На цепи бегает Вон цепь только Опа Пошла Маша Уже Вот это Уже Она хрипит Вон Глядись Под это Смотрит Щель мать открывая собаки пришли да да в набуху ты думала там асфальт нет там грязно закроем что там поймали собаку она грязная грязная собашка не менее они уже обсохли ничего ним а ну же ладно чё обед у лены обед она может школу и не пошла но художку идешь дали она вот на обед ну да и даем ребята чел картошка курица и эти огурчики которые валерье добавляла они очень классные квашеные обалденные сейчас увидела написали комментарий что внутри торта какой торт сейчас я вам покажу достану с холодильника у нас он стоит без дела никто его не ест три кусочка осталось я вам сейчас поближе покажу что что там внутри ну давали на я перейду на этот стол а тут у меня не протерто на столе засвечивает камеру малюха короче вот смотрите вот так вот выглядит внутри вот это вот такой вот это вот такое она тверденькая он как сухой получается торт а внутри вот это вот что-то типа вареная сгущенка только с чем-то смешана вот и все видите орешками усыпано вот так вот сверху шоколад и еще внутри между вот этим кремом сверху и снизу тоже шоколад вот такой вот но он сам по себе он такой он твердый то есть ну прям прям твердый или это он подсох не знаю но он изначально такой был ну в принципе вкусный да лена но чуть-чуть твердоватый а тебе ты в наушниках тебе понравилось ну все а мне чуть-чуть твердоват хотя я люблю такие типа киски то все а это дырки от свечей сверху остались короче вкуснячий лена когда мы его съедим стоят три кусочек мы еще с собой дали жени саше с собой тортика его три осталось и никто уже не могил вот тогда ребятки обед у нас обед нас лена пообедала и уснула мы не знаем будите и художку или нет и жалко и надо потому что она пропускала на прошлой неделе короче но еще есть да еще не решили даже минут 30 и поспать посмотрим да так на обед ребята доедаем за бесконечный жур это невозможно это все доесть короче курочка у нас с картошкой грибы недоеденные тортелла оливье ла огурцы обалденно вкусно огурцелла да папина тарелла с тем же самым марковелла и хлебовелла хлебчелла и чаела тоже я чай не хочу поэтому торт не есть если я чай сделаю я ночной торт есть вот так вот мы обедаем посмотрим телек соня наедает свою кашу обгрызает аж тарелку вместе с тарелкой ест бедное животное все а вы обедаем а мы обедаем сейчас к нам прибежит так ребятушки мои хорошие я себе подписала вопросики которые поступили за сегодняшний день очень усядусь так поехали такой вопрос женя ваша сестра да ребятки это моя родная сестра по маме по матери у нас разные папы с ней разница в возрасте нас пять лет я старше женя младше пять лет у нас разница так ну тут не совсем вопрос такая фраза устройте фан встречу довольно таки часто за все время поступали у нас такие комментарии чтобы устроили фан встреча ну по-другому называется встреча с подписчиками и так далее я не знаю я не знаю когда мы на это решимся и и где ее делать потому что у нас зрители не то что разбросаны по всей украины да по украине у нас много с россии с германии с израиля с белоруссии и так далее каким образом такой встречи подписчиков сделать а например у нас город маленький если сделать вот в нас городе не выезжая да то мне кажется придет но может быть человека 2 и будет встреча небольшая да да у нас город очень-очень маленький так дальше такое лена в черном праздник у нас прошел день рождения леночкина исполнилась 12 лет и такой вопрос лена в черном на празднике почему не одели снарядно я лену просила одеться есть у нее и платье но не еще с такой возраст такой период она сама себе выбирает одежду я и здесь уже не могу как бы повлиять не допонятно если на что-то прям страшное день это конечно я запрещу вот так она сама выбирать ерлиночка здесь есть платежка висят без дела но на день нет нет не хочет неудобно она такая же какие она ходит совершенно такая же как я насчет одежды ходит она в том в чем удобно я не тогда когда не какую-нибудь хотя бы светлую кофточку нет я хочу вот то что удобно вот в черной кофточке ну и я махнула рукой бог с тобой ну ей неудобно и все в принципе у нас был круг семейный ничего страшного то есть мы не делали кафе где-то день рождения в кафе или еще что-то чисто в кругу семьи а да вы скажете а это же видят много зрителей мы изначально ребятки показывают так как есть и специально ничего не делая специально не одеваясь не наряжаемся видите да сами вот как я с грязной головой да я вчера мыла уже черт чё на голове если я с грязной головой я так и снимаю то есть я не буду специально чтобы заснять ответы на вопросы идти мыть голову да ну черт еще такое нет ну я согласна кто-то по-другому а я так так давайте дальше лена интересно держит ручки в руках ручки карандаши да я изначально думала что это проблема пыталась ее переучить она с первого класса вернее даже не с первого с детства сами в садика там и так далее она держит неправильно ручки и карандаши хотя да она свою жизнь и в дальнейшем вроде как планирует связать с рисованием она занимается художеством то вот творчеством ей очень нравится но она неправильно держит неважно ручка карандаш фломастер маркер кисть неправильно держит но уже все я ее пробовала возьми попробуй как правильно ручку держать не может ну вот так вот как привыкла так я думаю что это не будет помехой наверное в дальнейшем ее развитие наверное так дальше какая минимальная зарплата в вашем регионе ребятки этот вопрос я не знаю ответа на него я вообще без понятия даже не знаю как ответить не знаю мне кажется ну а как где а где я это могу узнать буду уходить у людей спрашивать но честно этого ответа на вопрос я не знаю так а будет обзор стиральной машинки ребятки несколько человек спросила обязательно будет я забыла в тот день когда мы купили машинку это все было вот так вот я вообще в шоке позвонили сергей побежал купил машинку тут же через полчаса позвонили машинка под подъезд а у меня здесь жарится шкварится я же готовлю салаты рубая режу и так далее быстренько мы спустились забрали и все некогда было вообще на следующий день что-то я забыла вот стирала я ей уже но я следующие видео обязательно сниму обзор стиралки не сегодня уже следующем сейчас уже время ребята 11 часов вечера вот обязательно сниму и расскажу свои впечатления потому что я один раз я уже отстирала и все все вам расскажу и расскажу и ну тут будет вопрос за цену сейчас прослушайте дальше я назову цену а вот короче все покажу дальше насчет посылки получили мы с германии посылку письмо в посылке кажется приклеена скотчем крышки нет ребят я даже специально прочитаю комментарии пошла смотрела ящик со всех сторон везде-везде и по дном и нету к сожалению письма нету так юля на кого ты похожи на папу или на маму тоже сложный вопрос у меня есть видео блин как она называется я там показываю свои детские фотографии и там есть на фотографии мой родной папа отец я не знаю кого похожи кто-то говорят говорит говорят на отца похожи мне мама гришта я больше на своего папу похожи многие увидев меня и мою маму говорят что я на маму похожи я не знаю это из той же оперы насчет лены спрашивать кто-то говорит на сережу похож кто-то говорит на на тебя юля похожи а кто-то знаете сколько комментариев написано за все время что лена не на сергеевна не на тебя не похоже что такое что такое юля не знаю на кого что-то от мамы что-то от папы так вот вопрос ладно уже раз вопрос есть я отвечу сколько заплатили за машинку ребята машинку мы взяли очень очень недорого взяли на свой страх и риск так как денег машинка сломалась стирать надо и мы долго не могли решиться сами знаете мы месяц думали то ли эту чинить но она слишком старая ей наверное около 15 лет мне кажется для стиральной машинки это уже срок 15 лет может я ошибаюсь но она пожирела на по бокам вспухла краска эта краска отпала и она полностью весь корпус машины стиральной он весь ржавый прям вот ржавый ржавый и мы не знаю влаживаться в нее делать сколько она еще проработает либо вот так вот ее просто там выкинуть не знаю думаю на завчасти может отдать там за какие-то там копейки не знаю пару сотен гривен вот все штуки там и целые барабаны то есть все вот и последний момент а мы за день до этого зашли в магазин и стоит 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 несколько машинок по акции акционная цена ее цена всего лишь шесть тысяч пятьсот гривен настоящая цена без акции ее восемь с половиной восемь с половиной и они акционные этот самый и блин ну и продавщица ну а консультант говорит что вполне хорошая машинка все ну то есть негатива такого прям что там в ней нет мы пошли я сфоткала какая модель пришла посмотрела в интернете это вечером в тот же вечер посмотрела в интернете ну ребята вроде нормально отзывов немного то есть она видно новая модель какая-то наверное отзывы немного но негативного не одна ни одного вообще абсолютно я не нашла отзыва ну и мы рискнули и сергей прям в этот день идет ее покупает так все быстро случилось ну надеемся что будет работать конечно да многие напишут что стремно вот покупать по акционные что-то не то уцененные товары или там акционные скидки так далее ну срочно нам понадобилась машинка а денег бабахнули день рождения больше в запасах нет поэтому ну рискнули посмотрим дай бог что фут 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 где деревяшка чтобы все было хорошо так дальше почему ребята которые привезли стиральную машинку вам не помогли значит в этом магазине такая такие условия доставка бесплатная причем магазин находится прямо у нас в доме но они на машине привезли я думала будут нести что-то зайти за бок дома за эти нет на машине привезли доставка до подъезда бесплатная это очень хорошо потому что больших городах это все стоит денег и не минимальных доставку но разные магазины по-разному а поднятие уже от подъезда к тебе домой стоит денежки мы если честно даже не спросили сколько это стоит но у нас недавно был опыт мы покупали лени кто нас смотрит знает мы покупали лени компьютерный стол стол взяли совсем за копейки сколько это вы помните я даже не помню до сколько он там стоил что-то по-моему две шестьсот или что это такое а поднять а доставка от подъезда на наш этаж 500 гривен представьте 500 но там выхода не было потому что машинку хоть на лифту можно на лифте как правильно говорит на лифту на лифте лифтом привезти а стол он не разбор но не разобранном виде огромное это самое и мы я бы сергею в этом случае не помогла там неудобно а этаж на самый последний поэтому мы сторговались они за 400 нам этот самый принесли и здесь думаю может та же история будет думаю я силе но она если честно оказалась такая тяжелая что я еле-еле еще так по прямой плоскости я нормально иду а на ступеньках на первом этаже там сколько там 5-6 ступенек я еле так этот самый на следующий день так руки болели ну ничего занесли и слава богу так следующий юля почему не платье ты одела на день рождения опять штаны и кофта в принципе этот вопрос я ответила мне удобно я раньше вообще в принципе позволяла себе до youtube а когда у нас у нас канал всего грубо говоря два года да и вы увидели и видишь заснятое на видеокамеру видеоролика всего лишь два дня рождения да вот леночки на два года подряд а до этого я даже позволяла себе одеть я одну была одета но переодевалась халат потому что мне так удобно я там тарелки убираю то это самое там грею там горячее подойдет мне неудобно мы так привыкли меня даже мамам когда в гости приходим она сначала нарядно одевается буквально уже через час она так ребята ведь все я замахалась потому что конечно устаешь два дня на покупки два дня начинаешь готовить то все ты уставший и не даже мама так когда круг семейный переодевается в халат ничего тут такого нет так предпоследний вопрос сколько лет юля и сереже на этот вопрос я а там ответила в комментариях но он частенько поступает кто не знает мне 33 33 коровы 33 коровы мне 33 года сергею исполнилось 21 января 58 лет вот такая да у нас разница 24 24 с половиной лишь вот такое боже ко мне голова 24 года короче и а и последний вопрос ребята есть ли у лены крестники да есть и крестная и крестный крестная она была на день рождения крестная является моя сестра родная женя это и есть крестная есть крестный но так получилось видно мы ошиблись выборе крестного так очень часто у многих бывает ничего такого нет ну как бы не общаемся не звонит не поздравляет не приходит вот так вот ребятки все на вопросике ответила пишите задавайте вопросы что кому интересно я буду отвечать все спасибо за внимание начало двенадцатого леночка спать легла потому что завтра школу сегодня она аж в школе не была потому что лечила зуб очень удачно все нормально она больше переживала то что я не говорил ирлена не переживай все будет хорошо она и в прошлый раз она всегда но я понятно говорю ребенка успокаиваю а сама думаю блин я бы тоже бы я вообще с детства боюсь стоматологов ой ребят это отдельная тема мне кажется единицы только не бояться стоматолог или она говорит я в коридоре мам сидела кабинет приоткрытый и этот самый я сижу это вот смотрю а видно эти кресла все и говорит я так говорит мысленно подумала хоть бы эту дверь закрыли чтоб я на это не смотрела и такой раз сквозняк подул и дверь закрылась говорит я офигела ну ничего себе у тебя сила мысли какая ё-моё может у тебя способности какие вот и ничего нормально там особо не было кариеса просто отпала пломба и тут же мы в этот день обратились пошли к стоматологу ей лекарточка поставили и сейчас пломбу заменили ей там сверлили буквально там что-то бзык-бзык и все и пломбочку поставили и довольны он сегодня конфеты ела так что так ребятки так вот прошел день час мы поужинаем и все и будем готовиться ко сну художку лена сегодня собиралась пойти так как школе не было надо было хоть художку пойти она уснула ну а я мы вам говорили на видео дашь она уснула нам жалко стала ее будить короче мы не разбили не разбудили и ребенок выспался то ничего страшного а завтра идет школу все мама сказала нефиг нафиг пропускать все за ужином когда мать я снимаю уже не пикает ничего камера да 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 я снимаю уже не пикает ничего камера не да 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 снимаешь пока без шума включается снимать сначала настраивает там яркость свет нас там все дела блин свои балансы какие-то белого я не знаю когда камера включена ужин у нас доедаем курица остатки окорочка огурчики обалденные капуста возвращается наш рацион маринованная также как и морковка по-корейски и оставалась отварная картошка я ее поджарила вот тебе чуть-чуть вот дала если хочешь леночки пожарила и тебе лена уже поужинала уже спит да посмотрите сколько у нас сладости да мы отдельным видосом засняли сладости кому интересно уже видео на канале можете посмотреть папку уже попробовал тоже вот сейчас с чаем тоже что-то попьешь там еще не все там в холодильнике еще затарено там и кексы и шоколадки и все на свете такое что падает я в холодильник положила это такое у нас наверное сладости первый раз столько много да ой очень много очень просто вообще лена объелась просто лена хватит потому что ну действительно может и обсыпать и что угодно и жгод может болеть так нельзя много а ей же все хочется попробовать но мы конечно видео там там почти часовое видео напробовались мне потом аж подташнило потому что много сладости знаешь как от сладости такое а че с ума не сошла так что немножко что-то поем да и коечку баеньки видите да что с моей диетой накрылась медным тазом некоторые ликуют радуются да комментариях там эх радости полный штаны ничего нормально все но мне ну действительно да столько всего и вкусно не надо взять и пропустить да так себя не любить и так над собой издеваться знаешь мазохистом каких-то все это не поесть я не такая я тебя люблю все ребятки будем прощаться большое большое огромное спасибо всем и каждому что вы с нами пишите комментарии ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал пока 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 ой 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 любовь любовь ты видишь выспалась выдрыхлась пришла поесть собачка сонечет не сидит уже до челюсти такой торчите и смотрит она такое не пропустит все пока 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 пока